Я правильно понимаю, ты не дала шанса Криштиану? Да нет, конечно, ну блин, ты че? Ооо, кайф! Пишет Карен Адамян, там, комментатор. Карен Адамян, твиттер. Вика Одинцова, эскорт. Почем там было? 100 тысяч долларов. За ночь? Да. Звучит неплохо. Секс всегда привлекает. Я никогда не накручивала подписчиков. 15 сантиметров до примерно 100? Наверное, мало. Покажи мне что-нибудь, а. Ха, ничего не покажу. Ты пристегнулся? Да, конечно. Лучший. Мы соблюдаем правила дорожного движения. Поедем аккуратно. Улетел один, я не пристегнул, кстати. Ты пристегнишь. Ну, а как я пристегнусь, чувак, если я должен быть по центру? Привет всем, привет. Мы в машине. Кстати, вы Гурам уже знаете. Гурам уже была в одном из наших выпусков. Я, Гурам Амарян, всегда пристегиваюсь за рулем. С нами теперь еще и Вики Одинцова. Отчестно, на постоянке. Да, так получается. Опа, Uber Black Now. Вики Одинцова, 5 миллионов подписчиков в Инстаграме. Я не знаю, как ты это сделал. Я Карен, всем привет. Выпуск начинается, 50 вопросов. Это, по сути, такой обзор тебя за 50 вопросов. Кайф, кайф. Выпуск, в котором ты была на Label.com. Да, последний мой. Я Одинцовой такую фотку в директ отправил. Что? И ты сейчас, пока мы простояли у машины, сказала, что на самом деле, потом уже, когда посмотрела, подумала, ну почему я выбрала не Тамби. Да, потому что Тамби на самом деле был очень милый. Он такой, правильный, добрый, позитивный, плюс вишка. И я потом, когда посмотрела, мне так было, типа, блин, я его, наверное, обидела. И мне было реально жалко, что я его не поддержала, что я не выбрала его. И вообще, и он классный. И вообще, все были классные ребята. Единственное, что нам было немножко сложновато. Ребята стеснялись шутить. Почему стеснялись? Им было неловко в некоторые моменты там как-то. Я думаю, что все комики любят грязно шутить. Они, конечно, это делали тоже, но в целом, я думаю, что они немножко себя все-таки сдерживают. Сейчас я чувствую себя немножко Малаховым. Так, у нас есть представитель Label.com, а что он скажет? Да шо нормально шутили, шо вы начали тут, шо вы встречаете? Там Бима Саев. Лучшее, что с тобой случалось в 2019 году? Из последнего, если из последнего, то у меня недавно была обложка для американского журнала. Тринц называется. Ну и вот из последнего такое было самое яркое, касаемо работы, да, наверное. Вик, Москва, тремя словами. Москва, тремя словами. Все, в целом, да. Блин, мой любимый город, я бы так сказала. Да, подходит. А твое главное подростковое бунтарство? Я на самом деле была такой оторвает в детстве. Я гуляла с мальчишками, мы прыгали по гаражам, мама, прости. Три любимых бренда одежды. Слушай, ну вот в последнее время я очень обратила внимание, мне очень нравится бренд Кума, Сен-Лоран мне нравится, мне нравятся все наши молодежные бренды, типа White, Vet Man и вот это вот все. Все наши. Все наши. На самом деле много хороших брендов, российских тоже много появилось, классных. А так, в принципе, вот я тебе три назвала, хватит. Один из самых ярких фильмов последнего десятилетия «Безумный Макс» с Томом Харди в главной роли. «Безумные тачки», «Постапокалиптический мир», «Сражение». Я посмотрел это кино и подумал, а сколько я бы продержался в этом мире? А оказывается, это можно проверить, потому что все это безумие есть в бесплатной онлайн-игре «Кросс-Аут». «Кросс-Аут» — это мир после апокалипсиса, где нужно выживать. Бейся, как лев в жарких сражениях с противниками со всего мира. Выбивай ресурсы и делай свою тачку уникальной. Ты можешь собрать машину любой формы, используя сотни деталей, разновидностей брони и вооружения. От бензопил и пулеметов до ракетных установок залпового огня. Что особенно круто, у вражеской машины можно отстрелить любую деталь, или это сразу отразится на ее боеспособности. «Кросс-Аут» — это постоянные обновления и развития игры. Теперь игрокам доступна новая карта «Наукоград». Это до боли знакомые белые советские пятиэтажки. Построй свою машину уничтожения и пронесись по району, сжигая все на пути. А прямо сейчас, пока мы тут с вами разговариваем, на «Кросс-Аут» обрушилась снежная буря. Это глобальное обновление игры, где ты сможешь догнать и уничтожить тот самый красный грузовик с колой, реклама которого так знакома с детства. А скачать «Кросс-Аут» можно бесплатно и еще получить крутые бонусы, пройдя по ссылке в описании. Когда пишешь «Карен Адамян» в гугле, пишут «Карен Адамян» там, комментатор, «Карен Адамян» — твиттер. «Карен Адамян» — твиттер. «Карен Адамян» — эскорт. Не знаю, я когда губил так. «Эскорт» — фото до пластики, после и там…» «Почему?» «Слушай, я не знаю. Во-первых, вот эта история с ценами, вот эта вся хиромантия, она появилась после того, как на РЕН-ТВ сделали программу, в которой какую-то там девчонку, где-то там сняли, что она продалась кому-то и так далее. И в начале этой программы вставляются ролики и фотки, в том числе меня, громкие имена всякие, и типа список, который якобы где-то кто-то нашел, который просто вот так вот создан в заметках в телефоне, написан просто «1, 2, 3, 4, 5», имена и просто какие-то цены. И в этом списке Одинцова Виктория стоит на первом месте. Ну, прикольно. По чем там было? Давай, по чем там было? 100 тысяч долларов. За ночь? Да. Звучит неплохо. Там понимаешь, там все, там Оля Серябкина, Ольги Бузовой, там, я не знаю, ну все-все-все-все-все, кто только есть в популярном городе Москва, все в этом списке. И ты дорожусь их? И я типа на первом месте после того, как это РЕН-ТВ выпустила, огласила вот этот, типа, список, все начали это подхватывать, все начали это разносить. Я думаю, нормальный аргумент, да, просто в заметках, ну, написать. Да, типа написали в заметках, типа, блядь, вот же доказательство. Вот они. Это РЕН-ТВ, можно просто говорить вообще без доказательства. Ну, как бы, да, но мне было очень сильно обидно насчет этого, потому что, во-первых, мне звонила мама с папой, и мама просто очень сильно плакала, переживала, и из-за этого, как бы, я очень сильно поддалась под эту историю, да. Вот, и поэтому это и стали везде, знаешь, писать и говорить об этом. Ты не думала судиться с РЕН-ТВ? Я общалась с юристом на эту тему даже, но мне сказали, что это вообще выданного яйца не стоит, потому что от них ты ничего не получишь, даже извинений. Максимум ты, если выиграешь, получишь, там, каких-нибудь 20 тысяч рублей, это максимум. Канал никакие опровержения снимать не будет, ты больше потратишь времени и денег. И я поняла, что, ну, как бы, если мне это не касается, я просто не буду на это обращать внимания. Я, кстати, офигел, посмотрел ее эфир на Radio Energy. Я дружу с твоим любимчиком Льюисом, да. Поэтому я обязательно передам привет. Оказывается, она знакома с Льюисом Хэмилтоном. Я такой, у нас же есть вопрос, типа, самая большая знаменитость у тебя в телефонной книжке. Слушай, да нет, наверное, Льюис, да, он, во-первых, стал шестикратным чемпионом в этом году, это очень круто. Да. Вот, я очень рада за него и я думаю, что, наверное, да, он такой очень самый у меня в телефонной книжке. Когда ты ему писала последний раз? Последний раз я ему писала... О, нет, не я ему писала последний раз. Последний раз он мне что-то писал. А, с неврожей меня поздравлял. 15 ноября. Можешь показать, пожалуйста, я сейчас немножко себя чувствую, Собчак, конечно. Типа так, давай напишем Гуфу. Вот ты видел, как она это делает? Не-не-не, без переписок. Это было не... Опа! А там шишки он не писал. Нет. Он тебе присылает селфи? Мы дружим. Селфи присылает? Есть что-то, что-то такое? Да я ничего тебе не скажу. А ты ему что присылаешь? Я ему ничего не присылаю. Я ему ничего не присылаю. Я ему ничего не присылаю. Мы с ним друзьями, мы, на самом деле, просто переписываемся, общаемся, созваниваемся. Я периодически летаю на какие-то гонки. Постоянний раз была в Сочи в сентябре. Ну, короче, он дело в френдзоне, да? Да, да, да. Он там все-то, за хер вообще. А он женат? Нет. Так а что, подожди, ты симпатичная девушка, ты красивая девушка, ты популярная, ты активная, амбициозная, он крутой спортсмен. И он, хочешь сказать, не подкатывал к тебе? Ну, типа, Льюис, не... Вот что вот вам всем нужно залить под ковырмут где-то? Нет, я просто поставлюся на место. Да, ему нужно залезть. Погоди, смотри, я Льюис Хамилтон. Ага. Ну, я знаю Вике Одинцову, и я такой крутой спортсмен, и че, я такой буду, типа, привет, как дела? Странно было. Ну, а что, прикольно же? Мы дружим, реально, мы друзья. Мы общаемся по-дружески. Три года уже дружим. Бедолага. Серьезно? Льюис? Дружба живет три года. Знаменитая книга Льюис. Зато он в гонках хорош. Да, очень хорош. Я подумал, а есть ли вероятность, что Льюис Хамилтон посмотрит это видео, если я назову его по-английски? Нет, я отмечу Хамилтона. И все с субтитрами сделаешь. Или с субтитрами, да. Или просто в озвучке сразу. А ты знаешь, английский типа охеренно? Ну, не прям вот охеренно, но знаю, могу поддержать разговор. Ты помнишь, я с ним так разговариваю? Через переводчик, приложение, да. Слушай, когда мы с ним познакомились, я практически вообще не говорю об этом. Типа и поэтому не понимают, что он подкатывает, да? Да, 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 он там жестко. Нет, я понимала, но я не говорила. Дик, да, хорошо. Фу! Дружим. А при нем так вот, дик. Дурак какой. Дурак какой, не вообще. Хуже, чем в понтах, блин. Ужас. Подожди, ты вот вопросы, а ты не хочешь спросить? Типа, ты вот в машину с двумя хачами села, ты вообще адекватная, блядь, ну? Почему вопроса нет до сих пор? Так, не начинайте слышать. Мы же ездим тусить, нормально все. Лучшее место на планете, где ты бывала когда-либо? Я была не так много где, но в принципе достаточно, да? Я всегда кайфую в каждом месте, в которое я приезжаю, да? Мне как-то всегда интересно. Я нахожу для себя что-то полезное, интересное. Ну, я вот, например, если говорить о Европе, я очень люблю Париж, я люблю Рим. Это прям кайфовые места, куда я могу возвращаться снова и снова. Я люблю Бали. Я вот сейчас поеду в январе снова туда надолго. Шазам. Есть у тебя? Ой, блин, вот это вообще опасно. И меня там, знаешь, битлицкая какая-нибудь, вот я люблю очень сильно. Битлицкую? Класс. Да, вообще. Вчера смотрела интервью, кстати, с ней. Урган-то. Да, ну такое себе. Сергей Лазарев у меня здесь есть, Адам Несс, Монеточка даже есть. Ну, супер. Аврил Лавин, Элита Лора, Эд Шерон. Ну, вот как-то. Ну, отлично. Хорошо, ничего стыдного. Слушай, на что, как тебе кажется, ты тратишь слишком много денег? На что? Типа я там на мороженое. Ну, типа на еду, да. Я прям очень люблю покушать вкусно. Там в ресторан сходить, в кафешку, за друзьями посидеть, поесть. Я очень люблю. Мне кажется, я больше всего на это тратчу. Назови ресторанчик, куда прям стоит отвезти девушку. У меня есть друзья, у них есть несколько ресторанов по городу, он называется Рико. Рико Регент. И я вот прям суперчастый гость у них, потому что у них очень вкусно, во-первых. Во-вторых, у них свежайшая рыба, и прям я очень люблю к ним ходить, и там меня прям может часто встретить. Первое, что ты себе купила, когда стала уже хорошо зарабатывать? Когда я начала получать какие-то деньги, да, со съемок, я их тратила на путешествия. Мы очень много катались, путешествовали, фотографировали, сделали контент, и я как бы, ну, тратила все деньги на это. То есть я вообще, в принципе, не шмоточница, на самом деле. То есть я не пойду с первых заработанного, там, не знаю, миллиона, и не куплю себе, там, не знаю, шмотку за полмиллиона, да. Ого. Я нет, я вообще не про это. То есть я, там, буду кушать вкусно, путешествовать поеду, такого, там, родителям помогу, родителей отправлю в путешествие. Вот это вот, да, это я. Круто, молодец. Твоя любимая песня сейчас? О, щит. Ну, я, кстати, вот, когда дома, ну, типа, там, что-нибудь делаю дома, да, а я люблю русское отключать такое все, старые какие-нибудь треки, Ветлицкое. Я не знаю, какого ты меня променял. Крупа корней, я не знаю. А я теряю корни. Скотека Вария. Если хочешь остаться, остайся просто так. Ну, вот такое, вот, знаешь, чтобы ходить, петь и чем-то заниматься. А вот так вот по городу, если, там, куда-то еду, что-то делаю, я, в принципе, ее музыку не особо слышу. Почему ты не водишь? Я никак не могу выучиться, на самом деле, я уже пыталась. Вот сейчас я снова пошла в школу учиться, я сейчас занимаюсь. Надеюсь, что я все-таки сдам на права и буду водителем. Какую тачку ты бы хотел себе купить? Ну, я могу сказать, что мне нравится Мерседес. А, мне нравится Пономера. Вот я знаю одно название. Ну, сюда Спономера, я не знаю. Да, вообще-то, просто Пономера, если не ошибаюсь. Да ты че, дурак? Красава! А в чем ты спишь? В пижаме. Ну, есть люди, которые такие, типа, вообще-то надо спать. Галышом. Да, без одежды. Слушай, ну, сейчас зима, типа холодно. Мне очень хорошо пижаме. Еще, в чем ты сейчас? Самая неловкая работа, за которую ты получала деньги? Я, например, после седьмого класса школа предлагала работу, я, типа, подметал дворы. Ну, ты молодец, на самом деле, у меня есть, слышу, у меня не было такого, я особо, ну, не работала, я училась в университете после универа. Я месяц попробовала поработать в клинике администратором, я там посидела, ну, типа, почти месяц. Клево. И поняла, что вообще, ну, что ты получила, я не помню, сколько даже. И я такая поняла, что это не мое, и ушла оттуда. И начала дальше, блин, чем заниматься, что мне делать, ну, вроде мне вот это нравится, ну, блин, а как что? Ну, и потом как-то потихоньку-помаленьку меня там где-то пофотографироваться позвали, потом меня позвали, у Лореаль было в Питере какой-то там, типа, показ причесок, вот я поучаствовала в нем, потом меня позвали еще куда-то, и так потихоньку-потихоньку, а после этого уже я познакомилась со своими ребятами, с которыми я работаю уже пять лет, и, собственно, и вот как-то мы начали развиваться. Самое страшное, что ты делала в своей жизни? Блин, в Тубае висела на башне. Так, ты в шоке, да? Мы вот еще едем возле Москва-Сити, тут эти башни тоже. Да не сравнивай, да. Мужик, представь, сотый этаж, Дубай, ты по-любому видел это. А, ну, 78-й нормальный, что ты, надо дурой быть, а 78-й, ну, что ты? Это был 78-й? Ну, да, что-то такое. А, везде обман. А, нет, я не чувствую. Как можно свою жизнь доверить пацану с такой прической? Ой, не спрашивайте, у меня нет объяснения, ну, правда. Ну, вот был такой опыт в моей жизни, да. А сколько тебе было лет? Это было три года назад. Это было вот, недавно относительно. А, знаешь, что мне понравилось? Что ты профессионал, конечно, даже вот здесь, в этой ситуации, ты такая подгибаешь ножку, чтобы красивее получалась фонка. Ты смотри, я не знаю, это такая. А жмя, типа, мне не страшно. Да, у нее вообще нет страха в глазах. Вика, а вот в момент, когда надо было, собственно, туда уже нырнуть. Ну, это было быстро. Долго ты ломалась? Быстро это было. Я, типа, давай быстренько сделаем, посмотрим, и все, пошли. Я не жал. Это твое любимое ругательство? Блин, не знаю. Ну, блядь, наверное, часто выскакивает. Ну, блин, ну, блядь. Альтер-рега. Да. Иди нахуй. Инстаграм и фотки. Есть такое, что девчонки, я иногда замечаю, что они такие, типа, о, надо как-то раскачать ленту и выкладывают задницу. Есть такое, что вот именно это работает. Ну, вообще, в целом, безусловно, секс всегда привлекает. Останавливает на себе взгляд, да, если девушка с хорошей формой, фигурой, там, полуобнаженной, да, это всегда интересно посмотреть. И мальчикам, и девочкам. Мне стало очень интересно. Можешь показать, пожалуйста, например, на последней фотке, сколько сохранений? Вот это, кстати, обложка американская. 25 тысяч сохранений. А-а-а! 25 тысяч сохранений, почти 26 тысяч человек скинули друзьям. Да. А какой прикол, вот это отправить другу? Ну, в смысле, реально, фотку. В смысле? Ну, фотку просто, на, посмотри. Сохранение, ты или что ты имеешь в виду, отправил другу? Ну, он имеет в виду, вот, нажми. Ну, вот это, вот, отправление. А, да? Конечно. Нифига себе, я не знала. О, прикольно, я тебе, я думаю... О, нифига себе, я не знала. Прикинь, 26 тысяч человек кидали это... Блин, клево. Поговарим, что у людей, у которых по 5 миллионов подписчиков, есть часть накрученных подписчиков. Ты когда-нибудь... Я никогда не накручивала подписчиков. Вот что, что? Вот, вот я клянусь. Это грязь. Вот зуб дай, я не знаю, все что угодно. Я никогда не накручивала подписчиков. Я думал, это скорее Гурам скажет в один момент. Ну, ее зуб подороже, бля, если что. Ну, так-то, да. Я зуб даю, ты такой, ну, это нормальные бабки. Если что, есть чем рисковать. Мои, бля, хоть раз дай, вот все раз упадет. Да, я вообще не из этого числа. Я никогда не накручивала. 5 миллионов? Это всего лишь, если что, в 3 раза меньше, чем у Хабиба Нурмагомедова, например. Как в твоей жизни это отображается? То есть ты гуляешь по улице и просто, ну, вот как это будет? Блин, у нас сейчас столько уже, блин, людей, у которых очень много подписчиков. К этому уже все относятся, ну, типа, ну, окей. Кто-то может просто, ну, типа, а, видео Вика прошла. Ну, или вообще никак не трогать. Какой у нее слух, прикинь? Кто-то может подойти. Так, нет, такое херню замечаешь, когда проходят люди. Это очень замечаешь, а кто-то начинает так... Когда идут двое и начинают шептаться резко. Да, 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 да. И смотреть на тебя и тыкать пальцем. Это вообще очень палится, очень быстро. А так, нет, ну, на самом деле, нас в Москве тоже, слушай, ну, куда не придешь, куда не пройдешь, где тоже где-нибудь кто-нибудь там сидит, ходит. У тебя часто сейчас об этом спрашивают про отмену лайков в Инстаграме. Что ты об этом думаешь? Вообще ничего не думаю. Ну, отменили, отменили, вообще пофиг. Ну, честно. Ну, а что поменялось? Ты в любом случае можешь посмотреть, сколько у тебя лайков, да? Мне кажется, гонка поменьше просто стала у людей. Но, с другой стороны, вот эти аккаунты, которые, знаешь, которые там по 10, по 20 миллионов, иногда по ним видно было, да, что заходишь, и у них там типа 20 тысяч лайков. Ты такой, блин, что за подстава? Да. Сейчас этого не видно, а они типа все в шоколаде. Да, да. Ну, типа классно. У меня 10 миллионов, и мне вообще пофиг, что у меня 10 тысяч лайков. Самый знаменитый лайк, вот, например, от Криштиану Роналду, например. Было такое. Криш? Да. Он мне даже писал. Ну, наконец-то. И вот почему? Ты, понимаешь, ты об этом должна была, просто сев в машину, первое, что... Да, возьми, это было давным-давно. Расскажи. Написал мне, привет, как дела, я удалила сообщение и не ответила на него. Так. Так. Выходим, братан. Что? Мне кажется, они всем пишут эти сообщения одинаковые, отправляют рассылку, кто поведется. Кто повелся, ну, классно, давай там, замутим. Ну, как бы, мне это не интересно. Я как Роналду, брат. Получилось, я как Роналду. Закинул удочку на сотки девчонок и такой, ну, ладно, кто-нибудь да поведется. Ну, блин, конечно, на него все ведутся, я не повелась. Ты что, во-первых, не раскрывай наши методы, а во-вторых, я правильно понимаю, ты не дала шанса Криштиану Роналду? Да нет, конечно, ну, блин, ты что, ну, камон. Я, причем, знаю, кому он еще писал, там, из моих знакомых девчонок, поэтому я сразу же поняла, что, чувак, пока, удалить. Это было очень давно. Он просто вставал, а во-вторых. Да, хай-хау-вторых. И получается не пидор. Я не знаю. Либо бью. Либо еще давно было, а потом поменялось все. Или это для, знаешь, чтобы навести шорох и чтобы люди рассказывали, что Ола Криштиану пишет девчонкам. Ну, кстати, может быть. Да, вот это ход. Он себе репутацию мог так как бы повышать. Блин, конечно, классная штука. Ну, ладно, забыли про него, да, вот это неинтересно. Сейрестли. Ну, вообще, на канале у спортивного обозревателя, типа, знаешь? Да, ну, вообще, я просто изначально футбольный чувак. Слушай, я с Неймаром тоже общаюсь. Почему ты отшила Криштиану, но Неймару ответила? Неймар, потому что лучше друг Льюиса, и мы как бы знакомы, и я типа знаю его вот через Льюиса, и как бы могу понимать, что адекватный человек. Вы общаетесь в WhatsApp? Ну, типа, да, в Инстаграме. В Инстаграме, хорошо. Блин, покажи что-нибудь, а? Ха, ничего не покажу. Покажи, давай. Пока не так, что ты? Не покажи, давай. Никогда не думал, что буду про эти девушки, типа, покажи. Покажи телефон. Блин, по-другому общаемся так же. Ты хочешь дружить? Почему ты со всеми дружишь? Я тебе объясняю, что бывает такое, что люди не сходятся, и они типа дружат. То есть вы с Алиэсом не сошлись? Представь, не. Хорошо. Когда ты последний раз ходила на свидания? Ой, вот это вот прям сложный вопрос. Не ходишь на свиданки? Не-а. Почему? Не с кем. Какие тебе нравятся парни? Думаешь, они такие посмотрят, и это найдут меня. Мне нравятся мужчины с чувством юмора. Мне нравятся ответственные. Мне нравятся... Увереные в себе, с чувством юмора. Добрые, общительные, коммуникабельные. Симпатичные, высокие, спортивные. Ну, в смысле, не качки, а просто татуировки люблю, когда я себе мужчина. Как раз хотел сделать. Слушай, но... Ну, это ризуально, если. Там список, конечно, да, серьезный получился. Мне нравятся просто, и, блядь, 600 слов назвала, параметров. Там по фильтрам хер-квайдер, шутки. Кажется, я понял, почему она не ходит на свидание. Слушай, обычное качество назовала. Ничего себе. И Роналду не подошел. Но в целом ты назвала, ну, качество, которое должно быть у адекватного, хорошего парня. Да, да, да. Верность ко мне на улице подойдет парень, скажет, ну, че, привет, познакомимся. Я пойду мимо вот так вот просто, до свидания. У меня сразу включается защита какая-то. Я не знаю, что нужно сделать парню, чтобы меня заинтересовать, и чтобы я познакомилась с ним. Фотографии, которые присылают. Вот часто, да, спрашивают девушек, у которых очень много подписчиков, про вот эти дикпики, которые отправляют девчонку. Картинки в директе. Слушай, сейчас я их не вижу, потому что мне кажется, каким-то образом Инстаграм начал это блокировать. Я не знаю. Но вот честно, я тебе дальше сейчас открою директ. Инстаграм блокируют члены. А я думаю, что мне не отвечают, да? Ты типа, вот, что отвлекаешься, я тебе директ открыла. Можешь ответить любому человеку. Нет, пожалуйста. Вот, который написал, люблю тебя. Вот, так ты Вика или Вики? Просто ответь ему, что ты Вики. Нет, не хочу. А почему ты Вики? Давай тоже спросим. Вики? Ну да. Ну ты же Викуха. Вики. Ну я и Викуха. Ну Викусин, ну нет. Вики. Ну меня так называют, да, но в Инстаграме я как раз создавала ник. Мне понравилась Вики. Нас много, мы все Вики. А вообще меня называют и Вичка, и Викуля, и Викуська, и... Вичка. Вичка. Это же как будто, ну... Вика и всякое. Ну, Вичка уже не очень хорошо. Да нет. С ней лучше не связываться, она Вичка, да, вообще урода мужика. Это опасная гуня. Ну я супер близким называю. Так вот прям шутер. Которые знают все обо мне. Мы шутили. Да я поняла. Если бы она начала встречаться с Криштианом, то они были бы, ну, в Википедии. Ну, типа он Педик, а она Вики. Ну, понял. Нормально. Ну, это хуня какая-то. Спасибо. Так, а ты когда была в отношениях или бываешь в отношениях? Тебе отправляешь фотки всякие? Господи, когда я была в отношениях задавал вопрос. А когда ты была в отношениях? Ой, очень давно. Когда еще была Вика? У меня последние отношения, ну, как, я не могу сказать, что были отношения. Погуляли два месяца с мальчиком. Ну, скажем это так. Это было год назад, наверное, может, полтора года назад. Погуляли? Ну, да, потому что мы познакомились, там, походили на свидание, в кафешке, там, что-то. Ну, как бы и потом поняли, что нам лучше дрожить. Это ты поняла? Нет, совместно с ним. Ты популярная девушка? И есть чуваки, которые тебя преследуют? Ну, есть фанатичные какие-то, которые написывают, и ты уже их со временем просто запоминаешь, да, их там ник и так далее. Ты уже думаешь, господи, заблокирует, что ли, у тебя странный, странный ты. А вот так, чтобы преследовали меня, нет. Знаешь, была Настя Ивлеева, когда у Юры Дудя сказала вот эту известную фразу про 15 сантиметров. Представь, что у тебя в 31 год в стоячем состоянии пися, там, 15 сантиметров. Это маленький. Ну, да. Ты все вопросы так и задаешь. Большой или маленький, или что-то. Я полностью согласен с ней. Ты что это, бля? Это разве член, бля? 15 сантиметров в ширину должен быть. Дичь. Она сказала, что 15 это очень мало. 15? Я не знаю. Это вообще прям до свидания со старта прям. Я не знаю. Сколько это 15, покажи мне. Я думаю, чуть больше айфона, нет? Или айфон? Айфон 17, по-моему, сантиметров. Плюс. У меня не плюс. Ну, айфон не плюс. 15 сантиметров до примерно? Наверное, мало. А вот сколько нормально? Да не знаю я. У каждого свои эти размеры. Вика, а ты спокойно говоришь вообще на тему секса? Типа или такая? Ну, можно мне об этом не надо, пожалуйста. Ну, кажется, ну, нет. Я же взрослый человек. Ну, тогда можешь назвать любимую позу? Блядь. 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 Да, блин, нет у меня любимой позы. Нет, да? Главное, с человеком, чтобы была химия, страсть. Там уже как бы в любой позе будет хорошо. Прям нет любимой позы? Нет. Тогда я сзади. СМЕХ А можешь, кстати, парням дать какой-нибудь совет на тему секса? Женщин надо слышать и слушать. А не заниматься только собой. Просто сел дручь. Ну, нет, типа, для которых важно секси получить саму удовольствие, а не чтобы получила партнерщик удовольствия. Ты вообще знакома с Пашей Дуровым? Ну, знакома, да, конечно, знакома. Какой он в жизни вообще, чувак? Никто ничего не знает. Ну, слушай, я с ним не общалась прям там как-то тесно, близко. Нет. Очень так поверхностно, ну, обычный, типа, человек. Воспитанный, адекватный. Я больше прям вот вообще реально не могу сказать. Первое, на что ты обращаешь внимание, когда вот ты знакомишься с человеком? Ну, конечно же, визуально я обращаю на то, как он выглядит, как он себя ведет, как он одет, как у него пахнет. Насчет запаха. Что это у тебя? Она за 13. Ты когда-нибудь сама ознакомилась с парнем? Нет, никогда. Ну, ни разу в жизни не начинала сама. Ну, я такого не могу вспомнить, по крайней мере, сейчас. Ты вот скорее подтверждаешь вот этот стереотип про то, что красивые и популярные девушки часто бывают одиноки? Да. Почему так? Как ты думаешь? Я думаю, мужчины боятся сильных, самодостаточных, красивых. Блин, это на самом деле большая проблема, потому что парни, во-первых, разучились ухаживать за девушками. Им кажется, что, как бы, ну, ничего не надо делать. Все должно плыть по течению. Ну, захотела пойти со мной в кино, классно. Захотела, ну, и насрать, пойду с другой. Пришел на свидание, там, без цветов. Да и зачем? Типа, ну, нафиг я и буду цветы покупать. На свидание лучше с цветами, ты считаешь? Ну, в любом случае, это любой девушке будет приятно. Даже если она их не особо любит, это всегда приятно, потому что знак внимания. Ты можешь с шоколадкой прийти, это тоже будет знак внимания. Ты только недавно снялась для нового журнала. У тебя есть любимая обложка с собой? Ну, вот она, мне кажется, любимая у меня. Мне прям, она очень шкатила. А ты бы снялась, ну, вообще, прям абсолютно голой? Я, да, абсолютно голая. Ты абсолютно голой, ты же не показываешь грудь, а снялась бы... Совсем все показать, но пока не готова к этому, нет. Я не имею в виду, сейчас вы, понятное дело. На данный момент я могу сказать, что нет. Я не знаю, может быть, через год там и через какое-то время у меня что-то может поменяться. Ну, как бы это нормально, но на данный момент нет. Касаемо твоей работы и отношений, ты модель, в первую очередь, да? Понятно, что ты будешь сниматься в часто откровенных каких-то съемках. Как ты восприняла эту истерию, я бы даже сказал, а не историю, вокруг Кристины Асмус и Гаррика Харламова? Я даже какой-то пост выкладывала в поддержку. Ну, типа, ты делаешь свою работу, да, ну, там, ты фотографируешься обнаженный, или ты там в кино снялся в откровенной съемке, да, в фильме. Блин, это работа, это творчество, это искусство, это сценарий, это срежиссировано все. Как вас за это осуждать? Ну, я не понимаю. А когда людей убивают в кино, насилуют их и издеваются над ним, вас, типа, ничего не смущает, да, типа, классно, так должно быть. Людям должны бошки отрывать. Это из фильма? Это тот самый, собственно, момент. Я бы лучше хотел. Ты же понимаешь, что она этого не делает? Что-то, типа, блин, смонтировано. Я понимаю, да. А, Петров тоже не дрочит, да, там. Ну, подрочил, и что? Но тут не монтаж, конечно. Блин, понимаешь, что это кино? Да, конечно. Не, ну, это жестко, конечно. Ну, в плане откровенности для актрисы, это прям такой... Я это видео видел на Порнхабе. Я там по делам заходил, по бизнесу, надо было. Слушай, ну, что я могу сказать? Ну, блин, ну, вот предложили, и она согласилась. Ну, вот это ее был выбор. Вот она вот захотела. Твои парни, как реагировали на твои фотографии в Инстаграме? Ну, слушай, блин, я ничего такого, что можно, из-за чего можно было бы прям там как-то смутиться, никогда не укладывала. Красивые фотки в купальнике, там, с какими-то там обнажениями, ну, блин, это все было в рамках. В жизни я вот как бы, я обычный человек, то есть я не выгляжу вот так в жизни. То есть это как бы, ну, это кадр, это картинка, это искусство, это какие-то рабочие моменты и так далее. Но это не значит, что это отражение моей сущности, того, какой я человек, мое воспитание и тому подобное. То есть Викторию Сикрет, да, модели, их не осуждают же за то, что они в маленьких тросиках ходят по подиуму перед миллиардной аудиторией. Ну, типа, это же нормально для всех. А ты выкладываешь фотки или снимаешься для журнала полуобнаженной, и типа, блин, вот ты проститутка. Меня это дико выбешивает, но такой менталитет. Тема эскорта. Что ты думаешь об эскорницах? Я вообще о них не думаю. Ну, есть такие люди, наверное, они этим занимаются. Ну, наверное, это для них нормально, для меня это ненормально. Особенно, когда про тебя это говорят, ты это не делаешь, что вообще охеренно. Я слышал, что вот сейчас был очередной скандал на мисс Королева России. И там есть некий мужик, который это все организовывал. Михаил Клочков, по-моему, бывший порнокороль России. Он забирал девчонок из мисс Вселенная, мисс Россия. И там у него студии типа Лос-Анджелес, еще где-то, еще где-то. Хоть раз там было такое, что тебя намекали или предлагали напрямую. Слушай, да, мне очень часто периодически приходят какие-то смс-ки на телефон. Причем я не понимаю, где эти люди берут номер. Вот смотри, какой-то номер мне тут пишут. Добрый вечер, меня зовут Вера, я помощник того-то, того. Могу ли я договориться совместно мужем в ресторане на ваш выбор в удобное для вас время? Мне иногда хочется вот такие, знаешь, скриншоты выкладывать в Инстаграмчик. Блядь, человек, ты вообще в своем уме? Так это же прикольный контент. Выложим всех. Ты не думаешь, да? И просто все номера телефонов, которые мне пишут, просто вот так спалить, выложить. Да, сидеть. Просто уничтожать их посредством твоего Инстаграма. Они же заслуживают этого, нет? Кстати, вариант. Выпуску Собчак, который назывался Инстаграмщицы. Вы покупаете вещи, хорошо покупаете их. Мы добились того, что нам эти вещи дарят. Ты вообще не передумала, что вот оказалась там, согласилась? Вообще нет. Почему? Во-первых, я никогда не жалею ни о чем. А во-вторых, нормальная передача получилась. Мне кажется, очень хайповая. Это было очень, безусловно, обсуждаемо, да, резонансно. Да, почему нет? Ты глобально вообще хоть с чем-то с ними согласилась? Нет. В принципе, в той программе мы разговаривали на разных языках с ними. Они пытались объяснить что-то свое. Мы воспринимали это иначе, и пытались объяснить что-то по-другому свое. И у нас получилось абсолютное недопонимание от друга. Мы считали, что они против нас выступают, типа, из серии «Они вообще против нас». А потом, когда мы пообщались, выяснилось, что они выступали не против нас, а против брендов, которые там как-то себя неправильно ведут по отношению к остальным. В общем, у нас получилось недопонимание, и на этой почве, собственно, мы сидели и общались. Но я как бы все, что сказала, я так думаю, и когда я вышла, у меня не было такого, что, блин, щель ляпнула. Ты вообще фильмы смотришь, фильмы, сериалы? Да. Расскажи три любимых сериала. Последний очень мне понравился. Почему женщины убивают? Мясной рулет волшебный. О чем задумалась? Интересно, когда ты умрешь? Мне кажется, его уже все обсудили. Мне нравится «Как избежать наказания за убийство». Как избежать наказания за убийство? Поехали. Мне нравится антураж «Красавцы». Актелк спрашивает, стоит ли у тебя на ее сестру, и ты такой «Нет». Но все же понимают, что ты нагло брешь. Что он тут делает? Кайф. Вообще обожаю. Мой любимый сериал. Обожаю просто его. Я сейчас его пересматривала третий раз на английском языке. Да. Он не поднимает настроение. Я его посмотрю, и мне становится кайфово на душе. То же самое? Очень добрый сериал. Он добрый, он такой яркий, он молодежный. Он про такую кайфовую атмосферу, да, Лос-Анджелес. Атмосфера этого сериала, да. Атмосфера сериала нереально крутая. И вот когда как-то тебе так вот, ну, как-то так, да, ты включаешь, и становится все... Обалденно. Я супер не ожидал, что ты скажешь, но я очень обрадовался. Кто не смотрел... Я потому что недавно пересматривала на английском языке. Вот-вот только. Фильм, который тебя заставил плакать? Ой, таких много. Я вообще паныча очень люблю. Последний фильм, где я расплакалась, я смотрела «Обнимая небо». Раскинем руки. Посмотри. Мы обнимаем с тобой наше небо. Такой многосерийный фильм. Ого. Очень старый, русский, такой как бы вообще подсредственное кино. Но оно такое прям доброе было. И там были такие моменты, я прям вот прям рыдала, сидела. Вот прям каждую серию я рыдала. Ты смотришь что-нибудь такое? На чем я их дал? Да я на любом фильме буду заплакать. Если я один смотрю, я такой вообще. Я реально, ну мне просто... Даже в комедии какой-то грустный момент, где отец говорит, какую-то речь ребенку. Да, да, да. Серьезно, особенно вот эти речи, когда, знаешь, кто-то там кому-то объясняет с любви или там с кем-то прощается. Я в театре чуть не расплакался. Я ходил на этот «Встречайте, мы уходим». Ну и там вот речь типа про то, что стариков уже все на них хер забили. И ты такой «Боже, нам же совсем на вас плевать, почему? Надо любить вас». И так прям жал. Ну, тебе прям внутри херово становится. Да. И как будто есть кайф в этом даже. Ты понимаешь, что ты добрый человек, что у тебя есть душа. Ты себя успокаиваешь, да, что ты человек, типа. Да, что типа ты еще можешь это чувствовать. Назови, пожалуйста, две вещи, которые должен успеть сделать каждый человек, вот, за свою жизнь. Завести семью, детей. Мне кажется, это важно. И для меня это, как бы, очень в приоритете. И посмотреть мир. К сожалению, да, бывает такое, что большее количество людей в мире не видят ничего, кроме того, где, как бы, они живут, да, города, в котором мы живем, да. И они за всю жизнь не выезжают, например, даже никогда. Вот есть люди, я знаю людей там даже из своего города, которые, например, никогда там не ездили куда-то за границу. Да, я помню. И это реально печально, это грустно, что мы живем в таком потрясающем мире, на такой потрясающей планете, где столько всего, и люди просто не имеют возможности это увидеть своими глазами. Путешествие – это очень крутая штука, возможность, и я думаю, что было бы круто, если бы все могли это делать. Было ли у тебя такое, что ты платила за себя на свидание? Даже если я там с молодым человеком сижу в кафешке, я всегда предложу закрещу. Ну, понятное дело, что мужчины не позволяют этого делать, но я лучше предложу, чем я, как бы, этого не сделаю. Ну, вообще, вот она отвечает очень-очень точно, мне кажется, сейчас. Я не знаю, как ты думаешь, но... Нет, ну, девушка нормально нам предлагает, понимая, что она не будет платить. Ну, давай так, ты скажешь, я заплачу, но ты куда пополам, и ты дальше будешь нормально к нему относиться? Нет. Да не важно, к как я буду относиться. Я предложила, я в любом случае заднюю не знам, да? Ну, вааа, красава, заднюю не надо давать, да. То есть я не буду думать о том, что вот я сейчас предложу, но он же по-любому скажет нет, и как бы я просто так скажу. Ну, и мы в ты же... Нет, я подсознательно, делая это, я понимаю, что я действительно могу заплатить за счет. Но у каждого свое воспитание. В Европе, в принципе, принято, что они делят счета на двоих, они за квартиры платят на двоих, там, и так далее. Да, платят, фу, позор вообще. Все уплачено, все уплачено. Платят. Последняя философская тема, над которой ты размышляла? В последнее время я очень много думаю о том, почему там в моей жизни складывается так, что я там не могу найти себе там человека, да? Что мне нужно там в себе из них, может быть, в чем-то мне где-то нужно что-то поменять, какой-то взгляд на что-то, да? То есть от наших мыслей очень много зависит, да, того, что происходит вокруг нас. И я поймала себя на том, что я слишком много начала об этом думать и поняла, что вот, наверное, все-таки поэтому, закопавшись в себе, я не вижу там того, что происходит вокруг меня. Есть такой термин MVP, это самый ценный игрок в футболе или там в спорте в целом. Самый ценный игрок в матче или, допустим, всего сезона. Кого бы ты назвала самым ценным человеком на планете? Вот именно, скажем, для человечества? Слушай, на самом деле, кажется, человек ценен для планеты. Особенно я уважаю тех, кто стремится что-то делать полезное, что-то хорошее делать. Это очень здорово, все-таки люди есть. И в последнее время это все больше и больше как-то выходит в массы, да? Все больше людей начинают говорить про экологические проблемы и так далее. Мне кажется, это здорово. А вот прям кого-то сказать одного? Ну, блин, нет такого человека. Что, бог? Я не знаю. Супер ценный для всего мира. Да это не так не пусть. Привет, ребят, привет. Если вам понравилось это видео, ну, мы старались, и было бы круто, если вам понравилось, да? Все логично. И было бы вообще супер, если бы вы нажали вот сюда тогда, в таком случае, на кнопку подписаться. А если бы вы еще и нажали на колокольчик, чтобы не пропускать следующие наши видосы, было бы вообще шикарно. Ну все, хорошего дня. Тебя особенно. Слышишь? Пока. Субтитры сделал DimaTorzok